Всем добрый день! Сегодняшняя тема урока оформление чертежа основная надпись. В прошлом уроке у нас основные вопросы были, что такое основная надпись, формат и масштаб. При выполнении чертежей необходимо строго соблюдать все правила и требования, установлены ЭСКДА на масштабы изображений, форматы листов, основные надписи на чертежах и чертежный шрифт. Что такое ГОСТ? ГОСТ это государственный стандарт, а ЭСКДА единая система конструкторской документации. Стандарты ЭСКДА устанавливают единые правила выполнения и оформления конструкторской документации во всех отраслях промышленности. Основная надпись. Форма и размер основной надписи установлены для чертежей и схем ГОСТа. Основная надпись располагается всегда в правом нижнем углу чертежа. Заполнение основной надписи. Чтобы заполнить основную надпись, необходимо знать, что внутри пишется. Внутри пишется измерение, лист, документация, подпись, дата, кто разработал, кто проверил, контролировал, кто утверждал. Масса, тема, чертежи, масштаб, лист и листов. Например, в этом семействе у нас всего работы будет 9. Это ваша вторая работа. Лист 2 и из листов 9 вы напишите. Оформление листа чертежного формата. Линии рамки проводят на расстоянии 5 мм от верхнего, нижнего и правого краев листа и 20 мм от левого края. Основная надпись это таблица, которая содержит необходимую информацию о чертеже и отвечает на 2 вопроса. Кто чертил и что чертил. Рамку и основную надпись обводят сплошной основной толстой линии. Вам домашнее задание. Посмотреть оформление листов в зависимости от их назначения. Какие особенности оформления листов вы можете выявить? Установить оформление листов формата А4 в масштабе изображения 2 и 1. Вычерчиваем рамку и основную надпись. Вычерчиваем губ во всеми стенками 50 мм. Дать определение понятиям чертеж, масштаб, формат и основная надпись. Воздух. Основная надпись. Нажимаем.